Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. И сейчас мы прочитаем мою статью 2021 года. Угроза? Угроза. Ликвидация мемориала выпадает из общего ряда государственных атак на российские общественные институты и выглядит беспрецедентно и уникально. Если говорить на понятном государству языке, с таким же успехом можно было бы снести намоленный храм, потушить вечный огонь, разорить могилу. Все прежние погромные операции против политических и общественных организаций, редакций медиа, научных и образовательных институтов, какими бы болезненными они ни были, все-таки не выходили за пределы непосредственных отношений между государством и теми, кто ему не нравится. Здесь, кроме государства и тех, кого она уничтожает, появляется третий субъект – бестелесный, бесплотный, но очень хорошо заметный. Возможно, такое сравнение прозвучит неприятно для мемориала, но ближайший аналог атаки на него – репрессии в отношении религиозных организаций, прежде всего и эговистов, но также и тех мусульман, которых крымский меджлиз, хизбуты и т.п. У нас политически мотивировано считают террористами или экстремистами. Как бы чудовищно это ни звучало, преследование за веру – уже привычная часть российской реальности, и стоит заметить, что даже если репрессируют малочисленные, невлиятельные, несимпатичные многим общины, да даже если одного верующего сажают за веру, это автоматически переводит всех остальных верующих в гораздо более унизительную, чем даже тюрьма, категорию. А отныне они – те, кому верить позволено, разрешено. Впрочем, это тема отдельного разговора, вести который, пожалуй, что и некому, просто не будем забывать – за веру некоторых в России сажают. И теперь новая, непривычная пока глава, когда наказывают за память. Здесь есть, конечно, элемент нашей вечной проклятой неопределенности, когда теоретически можно допустить, что некий рыбоглазый чиновник, не вникающий в контекст, увидел в своей справочке, что какие-то там правозащитники не выполняют требования иноагентского закона, наложил резолюцию, и бездушный механизм бездушно заскрепел. Но стоит признать, что вероятность такого объяснения исчезающе мала. И речь идет не о бездушном механизме, а именно о живых и все понимающих людях, у которых есть и голова, и сердце, и руки, холодная, горячая и чистая, соответственно, по их корпоративной присказке. И душа тоже есть, просто черная, как принято говорить в таких случаях. Каждый отдельный эпизод давления на мемориал можно было описать как разовый эксцесс. Дело Аюба Титиева в Грозном, ну понятно, Чечне, а Кадыров разбирается со своими врагами. Дело Юрия Дмитриева в Карелии, да тоже понятно, дело именно в Дмитриеве, может личные счеты, может и правда нет дыма без огня. В любом случае эпизод разовый, не система. Когда облили зеленкой Людмилу Улицкую, тоже можно было объяснить, заигрался Кремль с гопотой, Путин был в ярости, когда узнал, сейчас кого-нибудь одернут и больше такое не повторится. Недавний скандал на показе фильма «Гаррет Джонс», когда решение о ликвидации мемориала, скорее всего, уже лежало на чем-нибудь столе и ждало визы, даже этот случай с ворвавшимися в зал хулиганами группой НТВ и полицией, закрывшей вход в зал наручниками и подпереписавшей зрителей, даже эта дичь не выходила за сложившиеся нормы перегиба на местах. Когда семь лет назад Верховный суд рассматривал первый иск о ликвидации мемориала, руководитель организации «Диссидент» с советским еще опытом Арсений Рогинский объяснял, что серьезной драмы в этом нет, проектов много, юрлиц много, экосистема огромна и едва ли кому-то под силу уничтожить ее полностью. Сейчас и Рогинского давно нет, умер, и сомнения по поводу сил и возможностей уничтожающей страны тоже, в общем, умерли. Давно ясно, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять эти люди. Обращение Генпрокуратуры в Верховный суд о ликвидации мемориала связывает все прежние эксцессы в одну большую операцию по уничтожению. Это и так было ясно, но теперь подтверждено документально. Не будем упрощать отношения между наследниками НКВД и наследниками его жертв. Понятно, что нашу госбезопасность потряхивает от самого слова правозащитник еще с середины 90-х. И средний российский силовик, если вы его спросите, вполне убежденно расскажет вам, как Сергей Адамович Ковалев, был председателем мемориала в 90-е, стрелял в спину нашим ребятам в Чечне. За послевоенные, после Чечни, годы список претензий среднего силовика или среднего патриота-лоэлиста к мемориалу пополнялся не раз. И по ЛГБТ вопросу, и по грузинской войне, и по Донбассу, и много почему еще. В конце концов, даже тот фильм, показ которого сорвали в мемориале полтора месяца назад, польский, об украинском голодоморе, оспариваемом официальной России. То есть, если смотреть на мемориал из Лубянского или Кремлевского окошка, это действительно очень враждебная организация. Враждебная. По всем статьям враждебная. И можно предположить, что они бы ее грохнули еще в 99-м году, ну или в середине нулевых. Как за права человека Льва Пономарева, или как партию Лимонова, или как много что еще. Но как будто рука не поднималась. И мы понимаем почему. Потому что зарытые в землю кости, потому что имена, потому что Соловецкий камень, потому что истлевшие лагерные вышки в тундре и в лесах, потому что маска скорби в Магадане, потому что Бутовский полигон и коммунарка. Да даже потому что Солженицын, потому что Людмила Алексеева, которых они наверняка тоже презирали и ненавидели, но нутром своим чувствовали, что враждовать с ними нельзя, потому что из-за экспин в ваши чекистские глаза смотрят величайшая трагедия того народа, которым вам выпало управлять, и которого вы до сих пор, говоря мягко, побаиваетесь. Поэтому и памятники открывали, и музеи, и храмы новомучеников, и поэтому терпели, вынуждены были терпеть. Вот конкретный мемориал терпели, его неприятную для вас позицию вплоть до ЛГБТ-вопроса. Терпели, а теперь перестали. Пал, значит, какой-то внутренний психологический барьер. Вчера было нельзя, сегодня стало можно. Дошло, может быть, что Людмила Алексеева больше не позвонит. И, значит, не покажут больше фильм Гарри Джонс, и бог бы с ним, конечно. Но еще перестанет открываться тот сайт, с которого каждый год в конце октября люди берут имена убитых, чтобы читать их у Соловецкого камня. А потом однажды ученые РВИО докажут, что осенью 41-го немцы дошли до коммунарки. И те, кто там в Орвах, на самом деле советские партизаны. Это почти не метафора. С Сандармохом, как известно, после дела Дмитриева почти так и вышло. Российская власть не скрывает своих амбиций быть единственным источником исторической памяти. И Мемориал, и ему подобные, для нее с некоторых пор не просто оппоненты, но конкуренты. С конкурентами, когда есть возможность, воюют на уничтожение. Здесь логика понятная, объяснимая. Но все же память – это не рынок, это метафизика, и играть на этом поле по правилам классических силовых зачисток опасно и непредсказуемо. Избавляясь от Мемориала, они обесценивают и собственную версию истории. Грош ей цена, если для утверждения ее требуется уничтожить исторический институт, основанный, между прочим, еще Андреем Сахаровым. Впрочем, и Сахаров у них теперь только создатель водородной бомбы и трижды герой соцтруда. 2021 год. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, что вы об этом помните. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эта статья тогда, в 2021 году, опубликована изданием Репаблик. Теперь же мои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская. Простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера в Москве, на этом же ютуб-канале, на ютуб-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой ютуб-канал, ютуб-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра.